Приезжала туда и ругалась с ними. Уже просто нервов не хватало. Я говорю, понимаете, ну хорошо, давайте у вас тут в Фолынске баня заброшена, бомжи живут, давайте я туда пойду жить. И будет прекрасно. Говорю, как это будет выглядеть. Ветеран боевых действий, и я буду там жить. Лола Королёва – военная медсестра. Побывала в горячих точках Афгана, Таджикистана, Северной Осетии. Но такого безразличия, как в Фолынской администрации, она даже там не встречала. Как ветерану боевых действий, женщине положена квартира. И она добивается ее уже не первый год, регулярно выслушивая обещания от чиновников. В четверг, в пятницу я вас соединю. Не четверг, не пятницу я звонилась. Мне сказали, что человек, который вас записывал, она сейчас на учебе. Подождите. Опять ждать. Вы понимаете, я только жду. Это сколько лет получается? Ну уже вот с января месяца пятый год пошел. Это в 16-м году. 24 января 16-го года первое заявление пошло. Лола Мухабатовна все это время живет в стареньком доме своего гражданского супруга, где нет ни газа, ни нормального электричества. Отапливается жилище дровами, которых на сезон требуется очень много. И квартира, обещанная муниципалитетом, в этом случае кажется настоящим спасением. Однушку ветерану боевых действий выделили из маневренного фонда в Алексеевке. Вот только зайти в квартиру Лола Королева не может. Алло, Аллена Александровна, Ирина Сергеевна, а как мне быть вот насчет ключей, зайти в квартиру? Так, хорошо, поняла. Все, спасибо, до свидания. Вот сейчас позвонила в Хвалынск, в администрацию 201 кабинет. Мне сейчас ответили, что я зайти в эту квартиру сейчас не имею права. Я должна в письменном виде обратиться к ним, чтобы они создали комиссию, и с ними непосредственно зайти в квартиру. В 201 кабинете Хвалынской администрации, куда звонила Лола Мухабатовна, ее хорошо знают. Но не потому, что помогли ей решить квартирный вопрос, а потому, что сама ветеран им периодически о себе напоминает. В этом кабинете хранится ключ от обещанной квартиры. Там же должны предоставлять и все положенные документы, которые необходимы для оформления жилья. Вот только делать это не спешат. Меняются постоянно специалисты. То одна, то вторая, то третья пока вникает. Я поехала в Саратов, сдала все документы. Оказывается, не те документы. Во-первых, старым числом, новые они мне не выдали. И заявления от муниципалитета не предоставили о том, чтобы зарегистрировать. Мне приостановили вот эти пока бумажные дела. Квартира Лоли Королевой обещана в доме, который ранее был признан аварийным. И хотя жильцы через суд вернули ему статус неветхого жилья, проблемы в нем остаются серьезные. Одни летучие мыши, которые поселились в щели в стене, чего стоят. Но женщина и этому жилью будет рада. Там условия, стояков, как говорится, нету. Потом крыша там текет. Люди жалуются. Бывший дом Лолы Королевой, которому почти уже сто лет и взамен которого и должна быть предоставлена квартира, вместе с земельным участком отойдет в собственность муниципалитета. Участок находится недалеко от Волги, поэтому реализуют его впоследствии по хорошей цене. Казалось бы, все просто. Дом забрали, квартиру дали. Но загвоздка этой истории в том, что администрация не предоставила в Саратов необходимый документ для передачи жилья. Такой ответ Лоле Королевой дали в органах регистрации жилищных прав. Рекомендует представить в органе регистрации прав заявление администрации Хвалынского муниципального района о госрегистрации права собственности в отношении объектов недвижимости. При этом чиновники заявляют другую причину. Мол, в доме имела долю падчерица, и она должна отказаться от этой доли в пользу квартиры. А без этого невозможно забрать дом и выдать квартиру. Лола Мухаббатовна говорит, что падчерица оформила этот документ давно, и он предоставлен. Ветеран боевых действий уже устала обивать пороги в поисках справедливости. И в администрации района уже выслушала несколько версий, почему ей не выдают положенную квартиру. А ведь чиновникам всего-то нужно подготовить женщине правильный пакет документов, и она сама отвезет их на переоформление. Продолжение следует...